Я уже не раз говорил, что в условиях все нарастающей социальной активности населения подавлять эту активность силой, это даже не гасить пожар бензином, а гасить его напалом. И должен отметить, что номенклатура продолжает гасить пожар напалом с упорством, достойным куда лучшего применения. И очень ярко это демонстрирует ситуация вокруг соратников Навального. Не секрет, что соратники Навального на днях начали новую фондрейсинговую кампанию. Только теперь сбор пожарствований идет, скажем так, не на старые, а на новые реквизиты. Это решает две проблемы. Властями объявлены экстремистскими организациями ФБК и штабы Навального. А новые реквизиты к этим организациям формально не имеют никакого отношения. Это формально не позволяет властям объявить тех, кто перечисляет деньги для сторонников Навального на новые реквизиты пособниками экстремистов. Вторая проблема, которую это разрешает. Они теперь действуют по принципу, чего мокрому воды боятся. Если раньше, для того, чтобы не получить статус иностранных агентов, они собирали деньги только по Российской Федерации, то теперь они их начали собирать по всему миру. И сказать, что это дало эффект, это ничего не сказать. Здесь, наверное, будет правильным сказать, это сразу дало потрясающий эффект. В первый же день компании, сторонники Навального собрали порядка 8 миллионов рублей. Вот как сказал об этом в интервью каналу, телеканалу, дочь один из соратников Навального, Иван Жданов. Какое количество людей, доноров записалось, приняло участие в фандрайзинге с момента объявления? Ну, сейчас я не готов сказать точную цифру. Мы практически восстановили количество рекуррентов, их около 4,5 тысяч постоянно. Кто сказал, что я буду жертвовать постоянно. И за первые сутки мы собрали порядка 7-8 миллионов рублей. Ну, это сопоставимо, хоть в какой-то степени, с теми масштабами, которые были до разгрома ваших структур? Это не просто сопоставимо, но это, наверное, самый успешный наш день фандрайзинга. И, как мы и сказали в ролике, вот они нас пытаются как-то задушить и прекратить нашу деятельность. Уничтожили наше юридическое лицо в 2020 году. Мы взяли и увеличили количество постоянных жертвователей с 7 тысяч до 20 тысяч. То же самое. Они сейчас сказали, а мы вас уничтожим. А мы сказали, ну мы тогда будем собирать пожертвования со всего мира. Идите вы к черту со своими там иностранными агентами. И наш фандрайзинг еще более успешен стал. Мы еще стали более сильнее и ничего не боимся абсолютно. В ответ номенклатура не нашла ничего лучшего, как возбудить очередное уголовное дело. Теперь за сбор пожертвований. Чем понятно тоже, только усугубила ситуация. Что здесь можно сказать? Я позволю сегодня себе здесь несколько более подробный комментарий, чем обычно. Я не могу считать указанные действия номенклатуры иначе, чем глупыми. И не могу их объяснить ничем, кроме паники. Причем паники, похоже, принявшие уже хроническую форму. Я слишком хорошо знаю номенклатуру изнутри. И не только потому, что в свое время занимал номенклатурную должность. Достаточно тесно мне приходилось сталкиваться и в мою бытность независимым экологам, и в мою бытность, я использую сейчас необычный термин, независимым политикам. Дело в том, что в 90-е годы такое достаточно необычное явление, как независимый политик, было возможно. Было оно возможно в силу того, что Ельцин и Горбачев, вернее Горбачев и Ельцин, осуществили ряд реформ, которые дали, да, без дураков, реальную независимую журналистам. И если кому-то тогда удавалось получить серьезную поддержку со стороны средств массовой информации, то он мог себе позволить действовать, действительно не оглядываясь больше ни на кого. Мне удалось тогда получить такую поддержку средств массовой информации, а дальше мне удалось, вопреки желанию и номенклатуре, или вопреки номенклатуре, не знаю, как тут будет правильнее сказать, стать депутатом городского совета, членом президиума городского совета, председателем его постоянной комиссии по делам молодежи, помощником депутата Госдумы. И номенклатура ничего не могла мне сделать. Фильм «Наша гатарка Карелия» 1995 года. Портрет молодого человека Андрея Козловича, иллюстрирующий ситуацию. Будет в подсказке. Как я сказал, номенклатура в тот период практически ничего не могла мне сделать. Зато я помню и обратную сторону этого явления. Я помню, какую дикую панику среди номенклатуры вызывали практически любые мои серьезные действия, направленные против этой самой номенклатуры. И самое главное, что они в результате этого творили. Вернее, какие глупости они в результате этого творили. Вообще, должен сказать, трусость номенклатуры меня поражает. Хотя это неудивительно. Номенклатурные чиновники не звери, они скоты. Я уже знакомил уважаемых подписчиков, читателей и зрителей нашего канала с моей концепцией зверей и скотов во власти. Пусть того, как великий президент Путин опять закрутил гайки и опять поставил средства массовой информации в полную зависимость со стороны номенклатуры, такое стало невозможно. Но в наше время, благодаря интернету, такое становится возможным опять. И номенклатура, к счастью, ничего опять не может с этим сделать. Закручивание жигаек, устроенное Путиным, только усугубляет ситуацию. И оно не закончится ничем хорошим. И не закончится оно ничем хорошим. Прежде всего, для самой номенклатуры. Мудрая политика Путина противопоставила наше номенклатурное начальство не только народу нашей страны. Она противопоставила его всему миру. И многие аналитики сегодня отмечают, что нашим номенклатурщикам сейчас практически уже даже некуда бежать. Причем некуда бежать даже с деньгами. Их и с деньгами практически нигде не захотят принять. Вот в царской номенклатуре было куда бежать. И ее с деньгами везде очень и очень хорошо принимали. А напоминаю, в царской России и близко не было никакого капитализма. В ней был классический политаризм, или азиатский способ производства, АСП. То же, что нас учили, что в царской России был капитализм. Это ахинея от начала и до конца. Полностью противоречащая настоящему коммунистическому учению. Владимир Ильич Ленин, кстати, любил повторять. В России нельзя реставрировать капитализм. Поскольку нельзя реставрировать того, чего в ней никогда не было. А вот опасность азиатской реставрации чрезвычайно высока. И именно поэтому Ленину и понадобилась теория перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Поскольку в условиях АСП, по настоящему коммунистическому учению, социалистическая революция невозможна. Но Сталин вычеркнул АСП из так называемого созданного им научного коммунизма. Который, понятно, не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. И запретил преподавать указанное положение в советских учебных заведениях. Именно поэтому у нас об этом в стране знают только специалисты. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. В нем, кстати, я в том числе и изложил, уже упомянутую мною сегодня, мою концепцию зверей и скотового власти. У номенклатуры сейчас есть только два реальных выхода. Вернее, даже один, пожалуй, нереальный. Первый – это взятие под тотальный контроль интернета. Второй – это выпускание пара. И первый, как я уже сказал, для него практически нереален. У него, во-первых, нет денег для создания аналога китайского фаервола. А во-вторых, что еще важнее – у него уже для этого нет времени. Ситуация стремительна, на глазах выходит из-под контроля номенклатуры. Но вот выпускание пара еще может сработать. Что в России современной нет никакого капитализма, а у нас классический политаризм, сейчас, увы, понимают единицы. Равно как далеко не все понимают, что КПРФ, что набирающее все большее влияние движения Платошкина – это только ширмы, маскирующие власть номенклатуры. КПРФ только ширма, потому что она продолжает официально исповедовать этот самый сталинский научный коммунизм, а Платошкин нигде даже и не заикает о политаризме. Наоборот, он везде подчеркивает, что хочет вернуть социализм. Это при том, что в Советском Союзе никакого социализма не было и близко. Главные же лозунги – что Платошкина, что КПРФ – вернуть на народную собственность ее владельцу. А это полная ахинея. Вернуть собственность на средства производства государства в условиях современной России – это означает вернуть ее в номенклатуре. Главная черта политаризма в том, что в его условиях эксплуатацию человека-человека осуществляют не частные, а коллективные социальные паразиты. А такая эксплуатация, что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину, еще хуже и намного хуже эксплуатации социальными паразитами частными. Карл Маркс, например, активно приветствовал завоевание Индии и Англии, поскольку Англия начала активно внедрять в Индии институт частной собственности. А это в условиях политаризма, а Индия и близко не была феодальной страной, как нас учили, а была политарной. Облегчала участь простых людей. Поэтому в номенклатуре, если она хочет действительно сохранить свое положение, сейчас надо не закручивать говорить, а наоборот нужно их ослабить. Сейчас ей, как ни странно, нужны настоящие выборы, а не их имитация. Ей нужно либо оседлать КПРФ, либо создать какую-либо новую левую партию. Впрочем, возможно, они ее уже создали, партию Шевченко. Хотя я в этом отношении еще ни в чем не уверен, и к Шевченко и компании я продолжаю присматриваться. Дальше привести эту партию к власти и вернуть собственность народу. То есть вернуть ее самой себе. Народ у нас, скорее всего, увы, еще не поймет происходящего. И вполне может повестись на этот обман. А дальше пар будет выпущен, а номенклатура опять вся поголовно станет. Либо коммунистами, либо новыми социалистами, либо, не знаю, свободными справедливцами Шевченко. Ну и самое главное, обретет кредит доверия народу. И, скорее всего, обретет ее на долгие годы. Но в это не вписываются колоссальные капиталы друзей Путина. Которые ни за что не захотят их возвращать народу. В кавычках, понятно, возвращать народу. Это главное, что сегодня мешает номенклатуре осуществить эти очередные демократические реформы. Но я уверен, что они сейчас всерьез думают о новой псевдолиберализации и псевдодемократизации. И думаю, Валерий Соловей абсолютно прав, когда это подчеркивает. Практически в каждом своем роде. Для номенклатуры это самый надежный путь. Сохранить в нашей стране свое господствующее положение и продолжить паразитировать на народе, только теперь, видимо, опять под красными знаменами. Но это рождает серьезное противоречие между друзьями Путина и остальной частью номенклатуры. И с какого боку ни смотря, это противоречие будет стремительно усугубляться. Кроме того, я уверен, объяснил почему, что номенклатура делает кучу глупостей, в результате набирающей все большую и большую силу в ее среде паники. И как не странно, но это, наверное, хорошо. С политарной системой в нашей стране пора покончить. Напоминаю, по Марксу, Энгельсу и Ленину она примитивнее не только капитализма, но и даже феодализма с рабовладением. Примитивнее политарной системы по Марксу, Энгельсу и Ленину только первобытно общий настрой. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, увидите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok